Всем привет, дорогие мои зрители! В этом видео я хочу немного рассказать о таком растении садовом, как бархатцы. Бархатцы – это постоянные обитатели большинства садовых участков. Родиной их является Америка. С ними справится даже новичок. Они неприхотливы, обаятельно-декоративны и очень просты в выращивании. Семена в открытый грунт сеют в широкие углубленные лунки на полтора сантиметра друг от друга, чтобы не было густо и саженцы не вытягивались и не загнивали. Присыпьте землей сверху тонким слоем в 1 см и аккуратно полейте. Режим полива пусть будет умеренным до появления ростков, а они появятся очень быстро. Семена можно приобрести только для первой посадки, а затем в конце цветения их собирать. Растение очень неприхотливо, очень красиво и декоративно смотрится в любом саду. Правила, чем раньше посадишь, чем раньше зацветут, вполне подходят бархатцам. При желании можно посеять на рассаду семена ранней весной. Земля должна быть рыхлая, дерн, перегной, торф. Для профилактики черной ножки обеспечьте цветам хороший дренаж на 3 см, щепня, керамзита и песка. В почву перед посадкой можно внести подготовленное удобрение, но только не свежий навоз. При угрозе заморозков накройте рассаду пленкой, тогда ваши саженцы станут крепкими. Бархатцы могут расти в тени и полутени, но будут свисти более пышно на солнечных местах. Главное, чтобы им было не чересчур влажно и темно. До прорастания желательная температура в 25 градусов. При холодном ветре цветы нуждаются в защите. Почва должна быть хорошо увлажнена в период роста. Из всех бархатцев самые неприхотливые, отклоненные, приживутся в любой почве и будут обильно свистеть даже без удобрений. Если захотите подкормить, то делайте это не чаще раза в месяц, иначе коз будет интенсивно расти и долго не зацветет. Во время роста полив должен быть умеренным. В летнюю жару лучше поливать по вечерам. Бархатцы вполне могут прожить без подкормок, но отзовутся на них очень благодарны. Специфический душистый запах бархатцев и такой же аромат выделения от корней в почву является своеобразной защитой от фузариоза и других грибковых заболеваний. Не только для самих цветков, но и для всего, что растет рядом. Профессионалы советуют обрамлять бархатцами чуть ли не весь садовый участок, с этой же целью высаживают и чабрец. Здоровый вид бархатцев зависит, конечно же, от ухода за ними. Посадить бархатцы можно в любом месте, кроме возле водоемов и в густой тени. Садоводам-профессионалам известно почти 60 видов бархатцев. Из всех в наших краях самыми популярными считаются только три вида. Это прямо стоячие, отклоненные и тонколистные. В некоторых странах из них делают популярную приправу и меритинский шафран. Листья обладают специфическим пряным душистым ароматом. Цветки по аналогии с ромашкой могут быть простыми, полумахровыми и махровыми, похожими на гвоздику. Темно-зеленые листья не менее красивы, чем цветки, которые могут долго стоять в воде и в срезанном виде. Растения однолетние. Кост имеет ясно выраженный главный побег, может быть компактным или раскидистым. Стебли сильно ветвятся, высота до 1,2 метра, ветвистые, мелкоребристые, с крупными соцветиями-корзинками до 13 см в диаметре на длинных цветоносах. Соцветия однотонные, желтых оттенков или двуцветные. Зацветают в конце июня, начале июля. Многие даже заваривают чай из бархатцев. Вот такие прекрасные цветы бархатцы. Продолжение следует...